ПАНИ ЛУН Можно найти модель ПАНИ ЛУН в подобном ресурсе для того, чтобы заценить броню. Но поскольку ПАНИ ЛУН является полной копией WZ-131NGFT в отношении бронирования, по крайней мере по заявленным характеристикам, то я думаю честным будет посмотреть на модельку именно WZ-шки и плюс-минус, поверьте, играется в отношении брони точно так же, как и WZ-шечка. Что касается морды лица, то здесь брони нет вообще. 35 без приведенки, 66 максималка, там с учетом приведенки 68 даже, вот если вы видите, можно найти. И нижний бронелист тоже картон, а что касается бортов и, в частности, кормы, там где 16 мм, это просто-таки магнит для фугасов. Поэтому будьте готовы к тому, что как только вы засветились, вы практически покойники, практически уже собрали все свои вещи в сторону ангара. Поэтому будьте осторожны на данной машине, ну а это все мы обсудим дополнительно еще в бою. Что касается безусловных дополнительных минусов по данной машине, это угол склонения орудия вниз минус 5, который очень сложно отыгрывается. Мне, допустим, крайне неприятно играть от неровности. Но давайте поговорим с вами о плюсах. Первым и основным плюсом является орудие данного аппарата. С учетом установленного оборудования, установленной амуницией, мы получаем с вами время сведения в 3 секунды, которое отыгрывается просто идеально. Разброс меньше 0,3, я бы сказал, что это просто божественно. Заявленный урон ДПМа 2558, но реализовать его крайне, крайне сложно и только в идеальном бою у вас это получится. Время перезарядки действительно шикарное, М6-57. И мы имеем довольно неплохое пробитие в 181 единицу и довольно неплохую альфу на 6 уровне в 280 единиц. Итак, обсудили минусы и плюсы в отношении орудия, а вот все остальное, ребят, мы с вами будем заценивать непосредственно в бою. Потому что такие вещи, как подвижность, такие вещи, как поворотливость машины, заценить исключительно по цифрам в какой-то табличке очень сложно. И эти цифры, их необходимо чувствовать. Поэтому ждем, пока нас забросят в бой. Ждать придется долго, потому что сегодня наш 6 уровень забрасывает крайне, крайне туго. Вчера, допустим, играя на этой машине, я запрыгивал в бои где-то за секунд 20-30. Сейчас же приходится ждать по несколько минут. Но и обратите внимание, что в бой сейчас рвутся целых 58 ПТ-шек. Это реально много. Ну и, соответственно, для балансера есть определенная сложность. Ну и ему необходимо времечко для того, чтобы всех нас нормально разбросать по боям. Ожидаем захода в бой. Ну а там дальше будем обсуждать дальнейшие подробности по Панюлу. Итак, друзья, нас забросило в бой. И давайте сразу обсуждать машину. Первое, что мы сможем с вами обсудить, это подвижность машины. Когда вы едете просто по прямой, машина набирает свою полную скорость и идет очень бодро. Но как только вам необходимо начать поворачивать куда-то, это просто ужас какой-то. Это огромный, огромный минус данного аппарата, потому что поворачивать на ней крайне сложно. И, я бы сказал, дико дискомфортно. И это первый минус, который ощущается сразу, как только ты заходишь в бой. Что касается орудия и стрельбы на дальних расстояниях. Я поиграл на данной машине вчера, отыграл довольно-таки немалое количество боев. Кстати, вот видите, углов склонения не хватает до безобразия. Но в то же время, точность орудия просто шикандосная. Так вот, ребят, поиграв вчера на данной машине, добрые десятки бои. Я понял, что этой машине очень сильно не хватает скорости полета снаряда. Вроде бы, по заявленной цифре, скорость полета снаряда, она должна быть нормальная. Но мне ее не хватало просто-таки до безумия. Именно поэтому я поставил себе не улучшение времени сведения, а вот как раз поставил себе улучшение скорости полета снарядом. Что касается точности орудия. Орудие суперточное. Да, безусловно, на примере Арла не сильно это показательно. По одной простой причине, потому что у Арла, видите, броня довольно интересная. У него маска орудия, которая дает кант вокруг самого орудия. Короче говоря, там есть серые зоны, но они в виде полос, а не какого-то конкретного пятна, в который плюс-минус можно прицелиться. Вот если бы я не поставил улучшение скорости полета снаряда, поверьте, в Арла сейчас снаряд бы не успел долететь. Теперь давайте поговорим еще про одну штуку, которую я поставил не так, как ставлю обычно. Я поставил себе улучшенную маскировку. Дело в том, что на данной машине, если вы засветились, то это прямая дорога в ангар. И на данной машине светиться, ну, смерти подобно. Поэтому я решил, поиграв на данной машине, улучшить себе именно маскировку. Одел себе маскировочную сеточку. И чувствую себя в бою более комфортно, потому что не свечусь, как новогодняя елка. Это очень меня радует. Это первое. И отсюда сразу вытекающее, в виде того, что ни в коем случае на данной машине нельзя выпячиваться на передовую. Как только вы будете играть на передовой, вам сразу хана. Вот просто запомните, как золотое правило. Вот даже с Респа не уезжайте. Не стоит оно того. Потому что, как только вы с Респа уедете, вам сразу сплетут лапти. И это второй большой минус машины. Но, в целом, ребят, если вы будете грамотно играть на данном аппарате, если вы не будете лезть на передовую, если вы будете отыгрывать от засвета ваших союзников, если ваши союзники будут понимать, что вы готовы отрабатывать по их засветам, и после того, как они будут засвечивать соперников, они будут оттягиваться назад, для того, чтобы у соперников появлялось желание прорваться вперед, ну и, соответственно, типа их задавить, давая таким способом возможность вам реализовать ваши орудия, у вас будут очень хорошие результаты по настрелу, у вас будут крайне бодрые результаты по получению удовлетворения от этой игры. Я не могу сказать, что это прям машина имбафана. Нет, ребят, далеко не имбафана, но что-то прикольное в этом аппарате однозначно есть. Я сейчас немножечко, конечно, не совсем правильно поступаю, но уезжать отсюда желания у меня нет абсолютно никакого. Есть один шотный, есть такой же... Как его там, господи? Есть. Шотного забрали, причем забрали того шотного, который действительно мог сейчас беды натворить. Ну и теперь поехали, попытаемся побудаться с себе подобным товарищем. Я однозначно сейчас, как только сделаю первый выстрел, сразу ускоряю время перезарядки, потому что именно ДПМом сейчас необходимо попытаться решить исход нашей битвы. Ну вот сейчас кто первый в засвет попадет. Так, прячемся за тушу. Ну а теперь... Только на фарт. Но, видите, мне все-таки подфартило больше, чем... Моему клону. Ну и таким образом мы получаем заслуженную победу. Ну а теперь давайте будем смотреть на результаты и к чему приводит вот такая вот кустарная игра. Да, многие не любят вот эту вот кустарщину. Некоторые ругаются по поводу того, что ты кустарник. Но есть такие машины, на которых именно в кустахе есть необходимость стоять. Потому что это их судьба. Они созданы для этого. 2440 единиц урона. Три уничтоженных товарища. При этом второй знак классности. По результатам фарма не рассчитывайте на что-то там выдающееся. Это все-таки коллекционка. Это не прем-танк. У нее нет зашкаливающего коэффициента доходности. Но в любом случае 39,5 тысяч серебром. Это тоже хорошо. Вы не в минусе. И от этого конкретно боя я удовлетворение получил. И обратите внимание, я занял первое место в команде по урону. И залогом этому всему было именно то, что ПТ-шка создана для кустарных боев. И если вы будете применять ее именно так, будет успех. Если вы будете ехать на ней, как я уже говорил, на передовую и пытаться бодаться. Поверьте, бодаться просто нечем. Свой ДПМ вы реализовать не сможете. Ну и соответственно одним из первых отправитесь в ангар. Я наступал на эти грабли на этой машине. И вам соответственно не рекомендую подобное поведение на данной ПТ-шке в обычных боях. А на данный момент у меня все. Если вам понравилось видео, если вы хотите поддержать канал, пожалуйста, подпишитесь на него. Поставьте лайки, обязательно напишите комментарий. Хоть какой-нибудь. Но это способствует продвижению видео и соответственно росту канала. Спасибо вам большое за просмотр. Всех благ, мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.